мы с вами приехали в отель сайгон ничу он находится в регионе панранг к поднимаемся просто по входу расскажу вам что этот отель находится примерно в часе езды от аэропорта фанранг очень спокойный очень тихий регион почти с отсутствующей инфраструктурой до ничанга ехать около двух часов мы зашли с вами на ресепшен внутренний дворик сейчас мы спустимся посмотрим инфраструктуру вот что у нас есть фитнес-центр в отеле ну конечно небольшой но позаниматься можно заходим номер супериор отеля фен есть все принадлежности все принадлежности здесь ванная достаточно большая туалет скамеечка огромная у нас тут кровать телевизор чайник минивар платно здесь все расценки меню комплимент по заезду и вид на территорию у сайгона ничего достаточно большая территория но для такой категории отеля на в принципе большая там чуть дальше есть ресторану к сожалению в ресторан нас не пускают важная информация по номеру в номере пополняется вода мини-бар есть он за дополнительную оплату сейф в номере есть он бесплатный этот же отель сайгон только номер у нас делюкс зонтики лежаки шизлонги все есть песчаный пляж первая береговая линия на все включено этого отеля нет еще кстати важная информация то что нам сказала гид что и с кафешками тут проблемы в регионе в принципе с питанием есть кафе вьетнамской кухни есть кафе русской кухни и в принципе все хорошее такое песочек ну волны в принципе как и везде все волны вы видите что они есть в анранге тоже вот мы уехали на двести километров но еще не критично то есть купаться можно в ничанге вообще просто с этим дело обстоит пугутуга заход в море хороший зонтиков лежаков немного в целом впечатление по отелю первому который мы смотрели на фанранге ну просто спокойно просто тихо территория да есть большая но если здесь находиться больше чем в несколько дней что здесь делать пока представления мало есть по центре есть верхний зал номера обычные достойные поэтому будем смотреть дальше что по отелям фанранга может быть что-то из отелей мне понравится больше доброе утро расскажу вам более каталожную версию про отель сайгон ничу значит сайгон ничу расположен на фанранге в районе фанранг рядом инфраструктуры нет то есть он достаточно уведененный все там ну очень базово скажем так очень мало фанранг у нас отель расположен где-то в части езды от аэропорта в принципе сам регион фанранг значит русскоговорящего персонала нету даже гест-релейшн который нас встречал даже на английском как-то очень плохо нас понимал то есть ну как-то не было у нас такого налаженного общения скажем так как во многих отелях они даже гесты понимают русский и даже на русском пытаются что-то объяснить то есть это очень но очень хорошо очень положительно территория отеля довольно большая в 2015 году его построили и он имеет основное здание и имеет бунгало значит это первая береговая линия это песчаный пляж как видите на фанранге и здесь есть такой до бонус здесь есть номера для людей с ограниченными с ограниченным передвижением то есть для инвалидов здесь есть спуск к пляжу как он выглядит то есть вот сейчас у нас береговая линия такая достаточно ровная и пологая а там сделан такой специальный бугорок специальный насыпь для того чтобы эту коляску можно было перекатить то есть но очень интересно спасибо им за такой подход мы кстати видели когда садились в аэропорту в Питере на наш рейс во Вьетнаме было двое колясочников ну то есть это очень хорошо это очень круто что для них есть инфраструктура что она предполагается вообще в принципе это большой большой плюс в этом отношении отелю значит работает только на завтраках на территории есть бассейн есть тренажерный зал но он такой критично маленький скажем так он очень маленький и вайфай у нас бесплатно на всей территории что в отеле мне не очень понравилось что как-то мы не увидели балкон все-таки балкон такая важная штука и мы сейчас живем в майне у нас номер на первом этаже без балкона и это конечно неудобно даже просушить какие-то элементарные вещи белье купальники приходится прибегать к очень большим хитростям поэтому без балкона конечно все таки плоховато и было в принципе очень мало отдыхающих то мы ни с кем не встретились на территории отеля то есть наверное он еще не заполнен не заселен а еще что хотел сказать кроме каталожной версии да мы смотрели только номера в общем здании бунгало мы не смотрели по основному зданию номера такие конечно уставшие вообще отель такой какой-то вы знаете вот нагоняет печаль не знаю лично на меня вот я не получила кайфа от его просмотра как свет вам наладить чтобы на меня светило хорошо я не получила особого кайфа от его просмотра потому что он какой-то вот грустный нет вот там какой-то вот не знаю может быть мне надо просто больше движений то есть мы просто пришли с инфогруппой к выводу что этот отель для тех кто устал от вот такой вот будничной движухи кто работает постоянно в этой движухи кому хочется просто спокойного размеренного плавного отдыха с хорошим пляжем то есть вот этот тогда сюда друзья путешествуйте больше расширяйте ваши горизонты с вами была лера пока пока викинг туристик проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by пляжем